Блев-клуб Золотой Остап 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 Блев-клуб Жизнь у нас становится всё смешнее Значит, скоро ни у кого никаких проблем с сексом не будет Золотой запас, ну тут просто Кто запас, тот и золотой Ну, буквально нескольких, может быть, историй для блевклуба Да, с удовольствием, Сережа Но как-то своих уже мало историй Я начинаю черпать, так сказать, от последующих поколений Для чего же я жил и плодился Ну и, может быть, вот несколько таких баек, связанных с внуком Николаем Алексеевичем Которому сейчас 6 лет Но я начну с раннего его возраста Но первая байка такая, значит, звонит дочь Они снимали квартиру недалеко от нас Говорят, папа, приезжай, пожалуйста, быстрее Коля сломал палец Я говорю, как же это? Ну, с батареи прыгал и сломал Я скорее, значит, в гараж машину завожу Полдесятого вечера, все же, значит, приезжает Зареванный, виноватый, глаза и слезы Значит, мчимся в травмопункт Ну, короче, выходит он через час оттуда вот с такой рукой Гипс весь зареванный Ну, да, весь утомленный, все засыпает Отвожу их, ставлю машину в гараж Поднимаюсь, полдвенадцатого вечера Ну, на всякий случай звоню дочери Я говорю, ну шо, Коленька, бедный, замучился, да? Спит, наверное, он говорит, нет, не спит Я говорю, а что делает? Он говорит, да с батареи прыгает Вот, это, так сказать, такая характеристика человека Говорят, чтоб звездою стать На приличный срок, а не коротенький Надо секса народу дать Или легкой советской эротики Не страда, а полный отстой Много пошлого и развращенного Как же мне удалось стать звездой Я ж такая закрепощенная Уведу тебя, уведу В лабиринты дворца хрустального Заведу тебя, заведу Ну и что же тут криминального Эх, поручонки-то потянул, господи Сын, садись Ты знаешь, сколько мне лет, ангел Есть еще порох В пороховницах Чего сказала сама, не поняла Эх Дорогие друзья, рядом со мной Елена Воробей Вот, конечно, мы, наверное, ее привыкли чаще видеть в аншлаге, чем на наших питерских каналах Леночка, ну, тоже хотелось бы, чтобы ты рассказала какую-то веселую историю Тем более, что сегодня мы наблюдали твои озорные пародии Здесь, на сцене Большого концерта в Заву Октябрьске Здорово Озорную историю Расскажу историю одного театрального администратора Когда я рассказала о том, что со мной происходят какие-то невероятные приключения На гастролях, я вечно что-то забываю Какие-то истории впутываюсь нелепо И она говорит, хуй, Ленка, если бы ты знала, что со мной произошло, ладно Я же, говорит, какое-то время, вот перед Новым годом, в новогодний час Цирковых возила Они недорогие Малопьющие И ты знаешь, денежку до концерта платила Ну, думаю, и вот как-то мне познакомили, дали хорошую пару Она дрессировщица котов У нее, говорит, аттракцион с котами Она глухонемая На помощь у нее ее сын, мальчик Ну, он так слабо говорит, но за нее Вот такой аттракцион Говорит, и она, ну, котов-то мне маловато будет Думаю, возьму еще фокусника какого-нибудь Мне, говорит, а возьми вот фокусник У нас шикарный есть, интеллигентный, недорогой, в очках все Змеюку с собой возит И взяла, говорит, я этого Сергея Степановича И вот, где-то мы, говорит, уже на концерте за городом А у меня параллельно несколько точек работает И я дала гонорары одному, другому Пошла на другую точку смотреть, как там идет концерт И так, знаешь, что-то вот предчувствие было, что-то неладное Чуть раньше возвращаюсь туда Гляжу, этот мальчик, этот Серожа бегает по двору И что-то руками размахивает Я подбегаю, Серожа, а что ты не на концерте? А он говорит, Лариса Николаевна, выручайте, дайте 30 рублей Как 30 рублей? Аж тебе 30 баксов заплатила уже до концерта Она говорит, ну, ну, тут такая неприятность произошла Какая неприятность? Я, говорит, побежала туда, узнаю Что этот факир в очках, интеллигентный человек На весь гонорар как нашалобонькался до концерта Что во время представления он уже не понимал, где находится Как только закончил номер, говорит, сразу захотел исправить малую нужду А на сцене рояль стоял И он только, значит, этого своего питона в коробку запыхал Заходит за рояль, не поняла, почему за рояль Что ему там темно показалось И, значит, и спиной, слава богу, что спиной к зрителям, говорит Начал на эту корзину, видимо, как в унитаз Справлять нужду Тут зал вначале взорвался истерическим смехом Дальше начался ужас Потому что, видимо, питончику не потравился состав Или он, еще что-то другое Питон выбил эту крышку головой И пополз в зал уже без всякой тренировки, без свистков, безо всего Стихийно, так сказать Дальше начался кошмар Зал начал орать Почему-то вырубили свет Оказывается, а следующая норма уже готов Это же стоит, не мая, с котами Семь штук у нее котов Оказывается, коты больше всего на свете, говорит, боятся змей И у котов безумие началось Они начали скакать по зрителям Говорят, цепляйся ему голову Гадить на них Вместе со змею Суда вам, да И, говорит, началась безумная паника Она слова сказать не может И вот несчастный ребенок, говорит, выскочил Отлавливать по двору По этому местечку Каких-нибудь случайных котов В общем, представление кое-как состоялось Но после этого, она говорит С тех пор я с циркевичами дела не имею И до концерта денег не плачу Рядом со мной президент фестиваля «Золотой Остап» Видите, я поздравляю, потому что уже в девятый раз Это здорово, и будет еще десятый, и будет юбилейный Будем надеяться Да, но пока, пока, если можно, вот, какому-нибудь историю Из своей жизни, из жизни своих родных Главное, чтобы было весело и озорно Ну, вообще, я сам уже не веселый, не озорной человек Особенно в дни фестиваля У меня есть два внука Один Мишенька, которому чуть больше года А другой Даниил, которому чуть больше шести История будет про внуков, я так понимаю Нет, это история не про внуков Это их истории Вот у нас Трушкин тоже сегодня рассказывает Да, у меня есть такой файл в компьютере Называется «Перлы Дани» Рассказываю, ну, первые попавшиеся два Мы живем в Беллетаже на английской набережной Что-то запахло дымом И впервые в жизни я вызвал пожарную машину Ноль один Ноль один Через три минуты Раздался звонок в дверь Вошел человек Весь увешанный топорами Телефонами Какими-то вот этими пожарными Причиндалами Весь огромного, двухметрового роста На нем была светящаяся каска Светящаяся Так как шахтера Да, она светится вся Фосфор Даня стояла рядом со мной И когда он его увидел Он сказал Я люблю тебя, пожарный Это было такое откровение Он действительно так Искренне Искренне, да Человек, который Вот, понимаете, истории очень трудно Для Блев-клуба особенно Трудно придумывать А у него реакция на окружающий мир Совершенно адекватная Вот никто еще не сформулировал Чувства, которые испытывает человек Который проезжает в районе летнего сада По горбатым мостикам По набережной Когда Даня проехал на машине Он сказал Писька засмеялась Это Ну просто, понимаете Фантастически Тяжело смеяться больному Да Ну очень смешно Это, нет, это очень точно Рядом со мной Ну просто замечательные люди Я вообще Вот все эти годы Которые, ну по крайней мере Последние лет пять Которые существует в нашем Блев-клуб Я все время хочу о них рассказать И вот действительно случай такой представился Это легендарный, я считаю Потому что уже 10 лет вам исполнилось В ноябре месяца Юмористическое издание Самое лучшее юмористическое издание у нас в России Красная Борда Екатеринбург Вот Дважды лауреата Золотого Остапа И я знаю, что в этом году Художник, который все время у вас Печатает Ну как это Свои рисунки, да? Печатает свои Правильно говорю, да? Да Максим Смагин получил даже Номинацию Деревянную Но я хотел вам представить Главный редактор Александр Соколов Панфару, пожалуйста Владимир Логинов Это уже так Исполнительская часть Красной Бурды И Владимир Маурин Володя, вот пепельница Не волнуйся, спокойненько Ну вот вы познакомились С редакцией Красной Бурды А это Ефим Шифрин Этот сам Сереж Вот Ты когда уйдешь Шуньки Сочините про меня Два слова Ну Хороших по возможности Ефим, может быть вы сами Что-нибудь скажете? Экономически Я очень рад Вам Вас всегда видеть В Санкт-Петербурге Я очень рад сюда прийти Это для какой мы снимаем Правильно? Мы для Блев-клуба снимаем А, мне нет Я не блефую Вот так вот К нам неожиданно Зашел Ефим Шифрин Ну, ребята Я думаю, что вам Есть чего рассказать Какие-нибудь байки Истории Тем более, что я вот Я вам честно признаюсь Да я всегда вам это говорю Что я вас просто люблю Цитировать на любом концерте В Блев-клубе Где угодно Как любое периодическое издание Журнал Красная Бурда Не обходится без рекламы И объявлений Несколько рекламных объявлений Которые Взяты нами Со страниц нашего журнала Опытный мужчина Три позы Обслуживает зачатие Свадьбы Экзотический отдых Пьянство в гараже От двух условных единиц После работы Чистоплотная таджикская семья Из десяти человек Снимет комнату В однокомнатной квартире Порядок гарантируем Требуются стояльщики Стояльщики на улице Говорильщики Золото-доллары дорого Обращаться Синная площадь Мужик Продаются Холодильники Юрюзань С регулировкой громкости Есть колонки И эквалайзер Ускоренное изучение Татарского языка По методу Илоны Карманбельдеевой Звоните нам Клуб самоубийц Суечок Объявляет О своей самоликвидации Предлагаем Долевое участие В вашей выпивке Пишем стихи На любой размер Рифму Тему Фирма Михалков И сыновья Высокая гражд Позиция Сжатые сроки Гарантия Емейл Дядя Степа Собака СССР Ру Требуются Девушки С чувством Такта На несложную Горизонтальную Работу Один Наш Автор Александр Кузьмич Хельников Он Своей Пятилетний Пятилетний Да Он Купил Видеокассету С мультиком Замечательным Красавица и чудовище И Вечером Решил Проинспектировать Что же она Вынесла Из этого Художественного Произведения Здесь Значит Устроил ей Экзамен Такой Ну Дочь Расскажи Про мультфильм Что тебе Там понравилось О чем Мультфильм Она начала Рассказывать Ну Он Приходит Там Говорит Нет Постой Саня Ты Расскажи Все по порядку С самого Начала Она вздохнула Так горестно Кинокомпания Волк Дисней Представляет Дорогие друзья Я с большим удовольствием Представляю вам Нашего гостя Он каждый год На фестиваль Золотой Остап Приезжает из-за границы Почему И собственно говоря Фестиваль называется Международный Фестиваль Золотой Остап Из-за границы Потому что Латвия Рига Это Заграница Это президент Другого фестиваля Который немножко Постарше Чем фестиваль Золотой Остап Потому что Одиннадцатый По счету Это фестиваль Море смеха Фестиваль Памяти Аркадия Райкина И даже девиз Этого фестиваля Это слова Аркадия Райкина Что доброта Спасет мир Федер Михайлович Достоевский Сказал Красота Спасет мир Но кстати Красоты не хватило У нас в России Поэтому Станцию мир Собственно говоря И не спасли А пытались Ну да Ведь красота Спасет мир И не получилось Так что в России Еще недостаточно красоты Ну как всегда Марк Дубовский Все сказал Он не сказал Как зовут и кто Представляешь Марк Дубовский Марк Ну по-моему Я вот Хотел бы чтобы Ты тоже Вот я не знаю Что-нибудь рассказал Может быть Чем сейчас живет Латвия Как там Против наших русских Против наших Действительно Живем Я должен был Передать У вас В Санкт-Петербурге Посылочку Одной незнакомой Мне девушке Вы меня попросили И я с ней созваниваюсь Человек Который просил Передать эту посылочку Человек несостоятельный Поэтому даже На международный звонок У него Не оказалось денег Ну Человек Приятный Я по-моему Решил Набираю номер С вами девушке Говорю Вот у меня для вас Конвертик Она говорит Очень хорошо Как я вас узнаю Спросила она Я говорю Ну я буду держать В руке что-нибудь Такое Что ассоциируется У вас С Ригой Последовала Минутная Пауза А минута у нас Дорогого стоит Понятно Сколько лап Через минуту Она отвечает Знаете Рига у меня Ассоциируется С плохим отношением К русским Я говорю Боюсь Что я не смогу Держать это в руках А бутылочка Аришского бальзама Будет в самый раз Поэтому Мы встретились Я держал в руке Бутылочку бальзама И конверт То есть Таким образом Как шпион Можно сказать Настоящий Ну и может быть Какой-то Свежий Я понимаю Что в Эстонии Там не может быть Свежих эстонских анекдотов Может быть Какой-нибудь Свежий Латвийский анекдот У нас Латвийско-эстонские отношения Складываются таким образом Что достаточно Выехать за границу Как тут же Начинаются Какие-то Казусные ситуации Мы С Мишей Задорновым Давали концерт В Таллине И пересекали границу Мы ехали на моей машине И заходим В пограничный домик В этом домике Будочка За стеклом Сидит Эстонка Миша зашел первый А я несколько задержался Машину закрывал Захожу С холода А там Тепло Эстонка Сидит Пограничница За стеклом Я В привычном Стиле Говорю О как тут тепло Девочки какие Симпатичные Сидят за стеклом Задорнов Сам не понимая Что говорит Сказал Здесь шутить нельзя Хорошо Что эстонская Пограничница Ничего Не поняла Потом подошел Эстонец И я Продолжая тему Спросил у него Где у вас продаются Наркотики Я серьезно Спросил Он на меня Внимательно Посмотрел Не понял Я говорю Ну вы конфискуете Наркотики Он говорит Да Где можно купить Не понял Он сказал Я позову начальника Я думаю Что этого человека Представлять Наверное Всем питерцам Не надо Юр Тебя все знают Хорошо И я тебя Поздравляю Потому что На этом Остапе Юра Гальцев Получил Номинацию Обалдеть Потому что Это твое Любимое слово Обалдеть Правда ведь Твое АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ир, и поэтому, ну вот у нас все сегодня рассказывали какие-то истории, там, я не знаю, про детей, про себя, поэтому мы тоже тебя попросим, что-нибудь такое. Чего ты еще не рассказывал никогда? Да! Да у меня много всего есть рассказать. Помню случай, да? Вот. Ой, про детей или... Не-не-не, что хочешь? Вообще, что хочешь? Я не знаю, рассказать мне зарисовку, такая очень интересная зарисовка, как бы это из жизни, когда... Про папу. Про папу. Про папу можно? Я помню, ты про дедушку очень часто любил рассказать. Да, ну дедушка это отдельно, да. Про папу, это когда папа вставал, значит, половина шестого утра, половина шестого утра, и, значит, он брился. У него была бритва, Харьков нам бы три. Я знал, у Харькова был такой проводочек, где буквально через каждый дециметр он перетягивал изоленты, потому что она, значит, уже до того была старой, что где там прорывался, значит, проводочек, его било током, так он включал, когда в розетку, он раз, и где здесь прорывался, он так изолентой, значит, скручивал так все-все, все скручивал и брился. А я ему с каждой гастроли, мы тогда начали ездить первый раз за рубеж, я ему провозил всякие штуки, значит, Ягуар, Бош, Мош, там всякие. Браун. Да, да. А ему это все равно. Браун, а он все пользовался этим. Харьков 3 говорит, да ну это все ерунда, и очень долго, я говорю, смотри, это же лимитарно, смотри, я ему показывал раз, и все чисто, очень хорошо, он говорит, нет, нет, зато я массаж, у меня все, понимаешь, я долго очень ввожу, значит, это что такое, и она у нее работала, по 6 утра, когда он втыкал в розетку, она работала так, этот Харьков 3, он так, он ее продавал так, и после этого, значит, эта процедура была минут 15, там, 20, после этого он, значит, брал в ладонь шипра, наливал, там, значит, грамм 50 шипра, он кайфовал так, шипра, и такой запах, и он так, ооо, ооо, ааа, ооо, 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 и такие вздохи, как будто, знаешь, кончина какая-то происходит, и все там уже, даже некоторые не встречали по батареям, потому что это было, все, он красный, борщ, потому что, ну, знаешь, на работу, потому что кто-то там завтракал, знаешь, яички там под майонезом, кто-то там тушту какую-то, батя мог съесть, понимаешь, как россиянин, борща, пельмени на второе, и три компота. Завтрак. Да, такой завтрак, завтрак туриста, знаешь, такой, когда занялся, говорит, фотоохоту, убил фотоаппаратом ежа, в общем, он завтрак, борщ там все, пельмешки, компот, мог, конечно, и полтишок пропустить, ну, так, чтобы, знаешь, шипр, полтишков, чтобы поравновесить, фейс, такой все, омбре красный, лысый такой, знаешь, все, все, уже мог вспотеть с утра, ну, в общем, все нормально, и он выходил, значит, уже где-то начало седьмого, он выходил, значит, из дома с папкой, он был такой, все, и выходил, а у нас у каждого поезде жили собаки, собаки, у кого баллонка, у кого док, на каждом этаже жили собаки, мы жили на третьем этаже, или на третьем, вот, у нас тоже был док, мы его звали Жук, здоровый немецкий док, Жук, но про Жука это отдельная история, это я вообще расскажу, вот, и он когда выходил, и у каждого, значит, баллонка там, боксер какая-то, и он выходил, и так, и делал такой, значит, такой крик, так он делал, тишина такая, он так, смотрит так, 6.20 ровно, и он так, уже, наверное, все собаки ждали, он так, вау, и все собаки там, по площадке, вау, 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 и все соседи, ех ты, ех ты, когда же это у меня закончится, да что же это такое все, и он так, ну, день начался, слава богу, и он шел, значит, на работу, ой, жук, этот жук, этот немецкий, немецкий док, он когда сидел, и у него морда была, вот, я сижу, да, и вот он сидел, и морда была, просто напротив, и вот мы с ним, значит, устраивали такое шоу, если у меня Фредька, если помнишь, он у меня пел все время, я сидел, играл на гармошке, словно замерло, все до рассвета, то Фредди так, ау, 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 там, нормальный человек, просто, все сразу в мат, потому что это Оскар, а жук очень, значит, такой, все приходили, ребята ко мне, говорят, Юр, ну все хорошо, ну, давай шоу с жуком, ну, это просто, давай шоу с жуком, Я ему расстелал газету, расстелал такая большая газета, и так, жук, взять! И он так, ах! И он на эту газету, он ее разрывал вот на такие кусочки. Вот что это такое? Это же можно было где-то использовать. И он вот на такие кусочки разрывал, жук, всю эту газету, газету, газету. Ну, естественно, кушал хорошо. Тазы, у нас были тазы, значит, молоко, две буханки хлеба он кушал. Ну, и если так же кушаешь, то и так же и ходишь. Как говорила моя бабушка, съешь 100 грамм, не накакаешь килограмм, то он, так сказать, и очень хорошо и ходил на улицу. То есть, очень хорошо. Поэтому все сказали, Юрок, ты как-то или убирай все, а убирать как совковую лопату, так сказать, за собой. Ну, в общем, были очень большие проблемы, потому что везде асфальт, ну, вот это жук. Юрчик, ну, огромное тебе спасибо. Что, все, что ли? А еще раз скажешь? То есть... Давай еще. Да. Я просто, ты про детей, про детей. У нас сегодня все про детей. Да, я такую лирическую историю, мы как-то с Машкой поехали два года, это вообще лирическая история. С Машкой поехали в Египет. Поехали с ней в Египет, и вот уже были там две недели, ну, там, я, наверное, первая жизнь отдохнул. Все-все, она там купалась, все тоже было. Рыбки там. Рыбки, все, ну, я так, масочку одену, ох, опять, и главное, чтобы никто не тревожил. Очень хорошо. И вот я говорю, Машенька, завтра выезжаем. Она говорит, как? Я говорю, ну, вот так завтра мы выезжаем. Она говорит, а мы не можем остаться, ну, хотя бы на год здесь? Я говорю, ну, ты что, Машенька, там же мама будет плакать, и туда-сюда. Да и, во-первых, у папы денег нет. Она говорит, так ты возьми гитарку и подзаработай. Я говорю, Маша, ну, здесь же арабы живут, они меня не поймут. Как? Ну, ты же выступаешь и узбеком, и татарином, и киргизом каким-то. Ну, выучи две арабских песен, ну, встань, пожалуйста, с гитаркой и пой все. И она так, знаешь, слезой, так это слезой. Ну, Машенька, я сейчас не могу, на следующий раз, может, что не получится. Я говорю, во-первых, мама ждет. Ой, ну, это очень потешно. Юрочка, ну, огромное тебе спасибо, я тебя поздравляю с наградой. Еще раз напоминаю, Юрий Гальцев, 9-м международном фестивале сатиры юмора «Золотой Остап», лауреат фестиваля в номинации «Обалдеть». Обалдеть! Номинация «Обалдеть! Обалдеть! Обалдеть! Слушай, а я, по-моему, там по радио, слушай, потрясаю. По-моему, Максим Галкин поет. Меня, правда, спрашивают, почему я не изображаю звезд нашей эстрады. Ну, все очень просто, потому что многие из них породия на самих себя и... Нет, правда, ну, как-то, причем все движется так по... Если раньше еще было там только... Вот моя жизнь, цветная карта мира, Вся жизнь лежит передо мной, Что не сбылось, нанесено пунктиром, Все, что сбылось, сплошной тертой. Ну, это еще слова можно было различить, А вот сейчас вот это... Створи добро у нас всей земли, Створи добро другим во влага, Не закрасила я, спасибо, Усы, сын, села тебя рядом. Уже все. Очередь к логопеду. Ну, напоследок скажу, Борис Моисеев, Хотя его уже упоминали в этом концерте, Борис Моисеев, это, конечно, работает в нашем цехе, В юмористическом. Нет, просто я обнаружил, что на его... Я обнаружил, что на его песне ложатся любые тексты, Например, Юный друг, всегда будь юным, Ты взрослеть не торопись, Будь веселым, дерзким, 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 шумным, Драться надо, так дерись, Никогда не знай покоя, Плачь и смейся не в попад, Я сама была такою 300 лет тому назад. Я сделал пародию на... Колю Баскова, после этого Коля ко мне подошел, Говорит, Максим, ну ты сфальширил. Я говорю, Коля, если бы я не сфальширил, Я бы в опере уже пел, понимаешь? Ночи, как мгновенья, Забыты сновиденья, Где-то витает мечта, Удел ее высота, За нами следуют тени, Я буду петь, пока вы не станете аплодировать Эти странные слуги времени. Год назад я выступал на дне внутренних войск В Кремле, сразу после президентских выборов. Ну, меня пригласили пограничники, Они не знали, что я уже президента изображаю нового. Вот, поэтому пригласили. Но все нормально было. Путин сидел на первой ряду, Очень смеялся над Черномырдином. Шучу над собой тоже. Нет, действительно, иногда интересна реакция тех, Кого изображаешь. Особенно Владимир Вольфович, Самый тяжелый случай, пожалуй. Не сам он, а вот когда с ним встречаешься, Был недавно юбилей Михаила Сергеевича Горбачева, И после этого на банкете ко мне подошел Жириновский Со словами, Максим, ну ты же меня и так изображаешь. Меня надо величаво изображать, Как Наполеона, Как Бонапарта, Как, ну, всех остальных, Как Александра Македонского. А ты из меня какого-то психа делаешь, Какого-то ненормального из меня делаешь, Я не такой на самом деле. И так полчаса. Вот. Жалко, конечно, что Борис Николаевич ушел, Это большая потеря для нашей эстрады. Нет, ну, я серьезно говорю, Большая потеря, Мы еще будем скучать, Потому что последний год он выдавал фразы Практически для всех юмористов. Ох, уже это Моника Явлинский, Ой. Это он Клинтону посочувствовал. Лукашенко белорусам не дает отдохнуть. Я даже неудобно повторять со сцены, Он сказал, Пожаловался на нехватку продуктов в Беларуси, Сказал, Только возьмешься за яйца, Молока нет. Ну что ж, погасли Юпитеры, Смолкла музыка, Разошлись зрители. В гримерных еще переживают Свои выступления артисты, А может быть радуются, Потому что все-таки Девятый по счету фестиваль Золотой Остап окончен. И, конечно же, он всегда собирает Людей очень веселых, Юмористов, Которые всегда своими шутками, Своими репризами Радуют зрителей. Через несколько минут, я думаю, Что здесь начнется разборка декораций. И вот, действительно, сбылась Голубая мечта детства Остапа Ибрагимовича Бендера Побывать на пляже Рио-де-Жанейро. Ну а сегодня у нас в гостях Были лауреаты и гости Фестиваля Золотой Остап. Ну а с вами мы прощаемся До следующего воскресенья. Всего вам доброго. Ха-ха-ха-ха-ха-хаа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова